Всероссийский психологический форум Почти из 70 субъектов Российской Федерации Тема заявлена очень интересная Только по названиям секции можно понять, насколько многообразна наука психология И вот сегодня у нас в гостях два спикера Так скажем так, Восток России приехал к нам из Екатеринбурга и из Ижевска Первым спикером будет Муслумов Рустам Рафикович Доцент кафедры педагогики и психологии образования Департамента психологии Уральского Федерального Университета Тема его лекции Профилактика деструктивного поведения в молодежной среде Пожалуйста, вам слово Спасибо большое, спасибо большое за внимание Большое спасибо организаторам, что пригласили Я на самом деле очень рад за студентов Казанского Федерального Университета Столь масштабное мероприятие И очень много путливых глаз, которые можно увидеть среди студентов Сегодня мы поговорим на тему, которая по своему звучанию негативна Но при этом это тот определенный вызов времени, на который мы должны ориентироваться И то, с чем мы работаем на сегодняшний день Меня, как уже представили, зовут Муслумов Рустам Рафикович Я кандидат психологических наук, доцент Работаю в Уральском Федеральном Университете Который ранее был двумя университетами Уральским Политехническим Институтом УПИ И Уральским Государственным Университетом имени Горького УРГУ В настоящий момент после объединения И тренды наших исследований изменились И сам масштаб исследований тоже стал гораздо более увеличенным Крайне интересную тематику мы пытаемся выбрать для себя, для своих грантовых исследований Вот одна из тех тем, которые интенсивно занимаются в Екатеринбурге Это проблемы деструктивности и деструктивного поведения Помимо того, что я работаю доцентом на кафедре, я работаю практическим психологом Я работаю периодически экспертом, который выступает в судах различной юрисдикции по делам об экстремизме Я работаю человеком, который курирует вопросы сопровождения детей, которые подверглись сексуальному насилию в суде Представляя их интересы Ну и отчасти это такая работа, где необходимо ребенка допросить Выяснить, насколько, как он себя ощущает Определить степень воздействия негативного для него То есть очень большой блок практической работы, про который я думаю, что мы сегодня тоже с вами немного поговорим Поэтому, готовясь к нашему с вами мероприятию, я постарался сделать так, чтобы наше выступление было не столько теоретическим Сколько подразумевало какой-то практический блок взаимодействия, работы Очень хотелось бы услышать ваше мнение по различным вопросам Ну и для начала давайте обозначим саму тематику деструктивности, что же это из себя представляет И теоретическая проблема сформировалась в деструктивности давно Если вы подумаете про деструктивность, скорее всего вспомните такие имена, как Зигмунд Фрейд, Эрих Фром Ряд других исследователей И в аспекте психологическом очень много исследований, которые в настоящий момент пытаются понять, что же это такое С чем это едят, какими механизмами управляется деструктивность Одно из наиболее общих определений, это наш екатеринбургский теоретик Кирилл Витальевич Злоказов Он предлагает определить деструктивное поведение как вид активности человека, изменяющий социальные объекты путем их разрушения Деструкция как разрушение, это, наверное, центральный термин И здесь важно понять, а какие, собственно, виды деструкции есть, о чем мы с вами говорим, о чем идет речь Наиболее простой вариант понимания деструктивного поведения, это по объекту, что же мы, собственно, разрушаем Первый вид – это деструктивное поведение, интерперсональное, то, которое происходит в отношении нас самих Ну вот здесь вот у нас на примере слева два таких алкоголика, которые, видимо, каким-то образом занимаются саморазрушающим поведением Ну и негативное воздействие на свой организм, таким образом совершают и деструктивное поведение Второй тип – это интерперсональное, межличностное отношение И здесь мы с вами видим футбольных фанатов, один другого пытается ударить, то есть такое насилие, драка Ну и третий вариант – это метаперсональное деструктивное поведение, ролевое поведение человека по отношению к социальным структурам То есть противоборство с органами государственной власти, какие-то вызовы, какие-то проблемы, которые человек организовывает по отношению к уже сложившимся социальным структурам Сейчас мы попробуем каждый из этих видов деструктивного поведения разобрать, на примерах посмотреть И если у вас по ходу будут возникать вопросы, в чем, собственно, состоит деструкция, возможно, мы с вами придем к каким-либо выводам Вот интерперсональное поведение, деструкция по отношению к самому себе На левой верхней картинке такой вот религиозный обряд, традиция, которая происходит в Индии, связанная с поминанием внука пророка Мухаммеда Происходит процедура традиции ежегодно, на которой, ну вроде как традиционно, необходимо своей кровью подтвердить, показать почтение по отношению к религии И в данном случае даже вот маленьким грудным, в том числе детям, наносят небольшое ранение, так, чтобы пролилась кровь Те, кто были свидетелями традиции такого хода, то есть вся улица залита кровью Справа вверху это вот такие своеобразные пранки, это то, что крайне распространяющийся от сети в интернет, в ютубе Ну в данном случае один из молодых людей раздевается, второй его за ноги должен протащить по асфальту определенное расстояние Это вызывает бешеное количество просмотров на ютубе И когда мы попробуем в историческом контексте определить, а когда это все появилось Возможно, кто-то из вас помнит первые фильмы, которые там назывались «Придурки», где активно люди совершают глупости по отношению к самим себе и к своему телу Третий пример – это достаточно знаменитый бодибилдер Ли Прист Вот эта фотография слева внизу Ли Прист в молодости, момент, когда участвовал в конкурсах типа «Мистера Олимпия» Вторая фотография – это Ли Прист сейчас Человек, который вот так значительно деформирует свою внешность, пытается ее изменить, нанося татуировки на свое лицо В отношении интерперсонального поведения мы, безусловно, понимаем поведение и суицидальное В настоящий момент для психологов существует огромное количество вызовов в суицидальном поведении Наверное, наиболее яркий из примеров в последнее время – это так называемые группы смерти, киты Где умышленно ребенка подводят к совершению деструктивного акта в отношении самого себя, своего здоровья И ряд заданий, которые предлагаются для выполнения организаторами Например, перебеги через дорогу, сними это на телефон, получишь определенную сумму рублей в качестве перевода То есть очень много вариантов, когда человек умышленно рискует своим поведением Это та тенденция, которая сейчас есть в современном мире К сожалению, действительно, каждый из нас, может быть, не так ценностно относится к своей жизни, к своему здоровью И та мировая традиция, которая сейчас есть, она тоже в этом играет не последнюю роль Интерперсональное поведение по механизму воздействия чаще всего включает в себя две таких важных составляющих, два важных аспекта Первое — человек, который производит интерперсональное поведение деструктивное, он повышает свою собственную самооценку, улучшает мнение о самом себе Снижение самооценки другого — это другой аспект То есть когда мы говорим про деструктивное поведение в отношении другого лица, мы говорим про изменение отношений другого человека к самому себе И здесь одна из важнейших тематик, которая изучается за рубежом — это проблематика буллинга Буллинг, как вы помните, это травля, которая может осуществляться в отношении одного человека Группа лиц, тогда мы говорим про моббинг Это травля, которая может осуществляться учителем по отношению к ученику, учениками в отношении учителя То есть это та проблема, которая является крайне многоаспектной и не всегда понятна, с чем же мы, собственно, имеем дело Я постараюсь приводить те примеры, которые, ну, близки мне, в которых я непосредственно сам участвовал И то, что происходило у нас в Екатеринбурге Вот один из этих ярких примеров — это то, что произошло у нас в хоровом лицее имени Пименова два года назад Это ситуация моббинга в отношении преподавателя музыки в элитном учебном заведении, которое было снято на камеру самими учениками И потом выложено в сеть, ну, с целью, там, похвастаться своей удалью Преподаватель, который в кадре — учитель высшей категории, много лет проработал Так, еще, 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 ага Да что ты делаешь? Это наш класс, Оксана Геннадьевна, вы ничего с этим не поделаете Я только компроматно собираю, все На протяжении всего урока там ролик длится более десяти минут Забирает учитель Он толкает ее, забирает ее вещи, не дает ей выйти из класса и так далее Проявление деструктивного поведения Буквально в прошлом году у нас тоже в Екатеринбурге Такой вот факт насилия ученика и учителя, когда учитель пытался забрать у ученика дневник Все это закончилось, когда у учеником И это явление, к сожалению, становится повсеместным Когда мы проводим встречи с абитуриентами, обсуждаем с ними Как так получается, что вот такие факты являются возможными Сколько из вас человек допускает, что в вашем образовательном учреждении может такое происходить? И большинство учеников говорят, что действительно это такая повсеместная практика Травля учителя, какое там усилие в отношении учителя Часто заканчивается тем, что ученик специально провоцирует учителя Учитель совершает какие-то деструктивные действия, может выругаться матом Может толкнуть ученика, психануть, напрячать При этом ученики снимают все это на камеру телефона И в дальнейшем будет шантажировать учителя Говоря о том, что вот, например, Мария Ивановна У нас есть такая запись, если вы нам поставите на сцену Мы будем вас шантажировать, выложим это в социальную сеть Еще куда-то То есть та проблема, с которой, к сожалению, мы как бы должны относиться как к современному тренду Если мы хотим изменить эту ситуацию, мы должны понимать, каким образом с этим можно бороться Что можно сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась Ну и второй вид – это метаперсональное поведение Крайне востребованное в научном плане на сегодняшний момент Ну, в частности, хотя бы потому, что ожидаются в следующем году у нас выборы Очередного президента Российской Федерации На фоне этих выборов очень много столкновений происходит В частности, группами Алексея Навального И всем, что связано с массовыми беспорядками Это очень частая практика, которая сейчас обсуждается в судах И крайне неоднозначно оценивается с точки зрения молодого поколения Потому что, насколько я понимаю, каждый из нас заинтересован в том, чтобы у нас прошли честные демократические выборы Но не всегда понятно, в какой форме они должны происходить Что является нарушением, что является действительно таким демократическим выбором, который необходимо поддерживать Я не знаю, как это происходит в данный момент в Казани По крайней мере, в Екатеринбурге сейчас моменты метаперсонального деструктивного поведения Являются одними из самых актуальных Екатеринбург – это такое место, где почти всегда крайне неоднозначные результаты выборов Партия власти у нас регулярно проигрывает Позапрошлом году у нас выиграл мэр, который не являлся фаворитом на текущий момент И не принадлежал к партии власти Поэтому все эти митинги у нас проходят крайне деструктивно Проходят часто с проявлением каких-то беспорядков Но при этом, по крайней мере, на текущий момент Все, что делает власть, это действительно отрегулировать эти отношения Вывести их в правовое поле Хотя, ну, многие сравнивают Екатеринбург в этом плане с такой пороховой бочкой В которой может что-то такое произойти и возникнуть Другие варианты метаперсонального поведения Это часто различные варианты вандализма Которые имеют какие-то религиозные корни или еще какие-то причины И важный аспект метаперсонального такого деструктивного поведения Это различные хулиганские действия Но вот на прошлой неделе буквально у нас, если посмотрите новости Екатеринбурга То, что не освещается активно в средствах массовой информации Произошло в прошлые выходные более 300 звонков с предупреждениями о заминированных зданиях То есть больше 300 зданий в течение одних выходных были эвакуированы в Екатеринбурге Что полностью парализовало общественный транспорт Полностью парализовало любые перемещения в городе То есть все здания постоянно эвакуировались Здесь куча людей на улице и непонятно, что происходит и что будет дальше Правоохранительные органы по закону проверяют любое заминированное здание Сейчас активно проводятся расследования, заведены уголовные дела К сожалению, пока они у нас без лица То есть непонятно, кто, собственно, будет отвечать за те действия, которые произошли Хотя здесь и ущерб, и последствия являются очень значительными Давайте рассмотрим, какие же у нас теории деструкции существуют Почему так происходит? Возможно, вы с какими-то из них уже знакомы С какими-то вы можете согласиться, не согласиться Давайте вместе с вами пообсуждаем Что же такое происходит в мире, что столь активно эта проблема обостряется Ну, первое влияние деструктивной субкультуры Это такая действующая теория Когда мы вообще говорим про причины деструктивного поведения Есть две основные версии Первое — это что-то такое врожденное А второе — это то, что нас заставляет так действовать своим дурным примером Вот кто из вас согласен, что Ну, это скорее такая психоаналитическая концепция Что у нас есть некий инстинкт деструктивности Который нас подталкивает к нарушению закона К нарушению поведения Поднимите руку То есть немногие люди Кто считает, что этот дурной пример Это результат манипуляции обществом Когда деструктивное поведение — это результат всего лишь воздействия извне Им можно управлять То есть большинство людей склоняется вот к этой вот версии На самом деле никто точно не знает, чем замечательна психология А может быть в этом и ее основной недостаток и причина кризисов Мы не можем о чем-то говорить с абсолютно стопроцентной вероятностью Понятно, что ответ у нас будет, наверное, где-то посередине И то и другое оказывает влияние Но один из таких ярких признаков, который должен характеризовать психолога — это адекватность А адекватность — это возможность сомневаться в том, что вы говорите То есть вполне возможно, что ни одна из тех теорий, которую мы сейчас рассмотрим Она неправильна И тот человек, который сидит в зале, возможно, через пять, через десять, через двадцать лет Придумает что-то такое, что объяснит все эти явления Первая идея — это влияние деструктивной субкультуры Что есть некие формы поведения, глядя на которые мы заражаемся Психологи в зале наверняка вспомнят, например, Альберта Бандуру с куклой Бобо То есть есть некое явление, глядя на которое мы хотим его повторить И вот это насилие, эта деструкция начинает происходить под воздействием дурного примера Реакция на длительные лишения, на депривацию — одна из таких ярких механизмов, которые описаны Джоном Уотсоном Как вы помните, реакция гнева у ребенка является безусловной на ограничение движения Если мы возьмем человека и не будем давать ему двигаться То, естественно, реакция, которая возникает — это реакция гнева Мы хотим на ситуацию фрустрации отвечать каким-то образом достойно Изменять эту ситуацию, разрушать структуру, которая нас сдерживает Третья возможная теория — это результат негативной идентичности И в этом аспекте сейчас много исследований проводится Вспоминая там слово идентичность, вы наверняка вспоминаете Эрика Эриксона Который говорит о том, что идентичность — это некое соответствие социальной группе, которая находится рядом с нами Ну и очень много исследований, в частности там Ури Бронфенбреннер из зарубежных, ну и ряд других Говорят о том, что человек, не найдя группы, в которой он может себя почувствовать своим Ум, не находя соответствия со своими собственными установками, находясь в поиске границ того, что он может совершать Нарушает очень часто и правовые нормы в том числе, и проявляет признаки девиантного поведения Когда мы находимся в ситуации некого вакуума социальных норм Когда нет человека, который нам благополучно честно скажет Вот вы сейчас должны поступать так и никак по-другому Когда вы находитесь в ощущениях такого постоянного плюрализма Каждый ведь из нас живет в ощущениях, что ему в принципе сейчас в веянии времени все доступно Вы можете заниматься чем угодно, вы можете попробовать себя в любой сфере Вы можете слушать ту музыку, которая вам нравится, смотреть те ролики, которые вам нравятся Выходить за рамки, которые были установлены ранее Если мы вернемся немного назад, представьте, какие бы открытия мог совершить Исаак Ньютон или Альберт Эйнштейн Используя те ресурсы, которые сейчас есть у вас в образовании То есть в любой момент, выйдя в интернет, вам доступны фактически любые знания Но большинство людей этими знаниями пользуются, наверное, не в полной мере И ограничивают себя автоматически какими-то своими эмоциональными установками, какими-то своим выбором То есть выбирают то, что более доступно, какими-то представлениями, эталонами массовой культуры Которые легко позволяют идентифицировать с собой Ну вот, например, сколько человек у нас ходит в театры и выбирает театры относительно, например, кино Илитарная культура подразумевает и сложность идентификации с ней Чтобы идентифицировать себя с персонажем, который, например, выступает в театре опера и балета Мне необходимо проявить какие-то усилия, очень сложно себя идентифицировать с человеком Который, прошу за выражение, в белых кальсонах танцует на сцене То есть ему сложно сопереживать Гораздо проще делать это, например, с персонажем передачи «Дом 2» То есть очень просто себе сказать «Ага, он поступает неправильно, вот так нужно поступать» То есть тут мы испытываем какие-то яркие эмоции Это вот тоже результат, наверное, негативной идентичности в процессе поиска самого себя Ну и ранее нарциссическая травма Это такой ранний травматический опыт Который вроде как позволяет сделать ребенка уязвимым И в будущем, пытаясь восстановить вот этот травматичный опыт Мы находимся в состоянии деструкции И в поиске себя часто нарушаем какие-то правовые нормы Может быть, есть какие-то версии у вас Может, еще какая-то теория деструктивности у вас в голове присутствует Почему, собственно, нарушаются нормы, с чем это связано? У социологов, например, очень популярная теория Долгое время была, сейчас от нее, конечно, отказались Что вроде как преступное поведение – это результат уровня материального благополучия Что если ты бедный, тебе как бы не до норм, тебе главное выжить Но как бы мировой весь опыт показывает, что, например, Индия – одна из беднейших стран в мире При этом уровень правонарушений у них не такой уж и высокий А благополучные Великобритании или Соединенные Штаты, в которых уровень жизни выше, чем у нас Имеет гораздо более высокий уровень преступности, чем у нас То есть по уровню краш – это фактически в пять раз выше, чем в Российской Федерации То есть говоря про то, что это благополучные страны Мы, к сожалению, не можем сказать о том, что это страны благополучные И в каком-то социальном смысле в плане правонарушений Вот такие вот теории появления деструкции у нас в настоящий момент в культуре присутствуют Что можно, в принципе, сделать в аспекте профилактики деструктивного поведения Это вопрос крайне дискуссионный, который хотелось бы и с вами в том числе обсудить Есть несколько примеров, ну, якобы удачного опыта, когда мы профилактируем деструктивное поведение За рубежом это, например, канадская модель, которая подразумевает, что государство берет на себя роль отца, а не хозяина И подростка, совершившего правонарушение, проявившего какие-то явления деструкции К нему не применяет тюремное наказание, но применяет различные альтернативные методы наказания И здесь, например, используется такой вариант, как взятие на поруки То есть, если вы совершили нетяжкое преступление, вас не осудят И ведь, к сожалению, и у нас в стране, и во всем мире, когда человек несет ответственность за совершение правонарушения Он не исправляется Он фактически просто осваивает какой-то криминальный опыт, который в дальнейшем еще и негативно влияет на то, что происходит В Соединенных Штатах Америки крайне зараспространена система медиации и восстановительного правосудия Когда создаются условия, в которых человек, совершивший правонарушение, вынужден восстановить по отношению к потерпевшему тот ущерб, который он нанес Если это кража, то это материальное какое-то восстановление Если это насилие, то необходимость извиниться И распространенность вот этих процедур медиации сейчас является таким трендом в Российской Федерации Не знаю, как в Казани, в Екатеринбурге, прямо интенсивно у нас все учителя проходят Вот этот опыт медиации, интенсивно в каждой школе открываются школы медиации Где необходимо научить детей мирить друг с другом, необходимо освоить опыт примирения Тот опыт, который мы используем у нас в университете, в наших исследованиях Ну, это, во-первых, такая вот программа, которая разработана по гранту некоммерческим объединениям врачи-дети в Санкт-Петербурге Программа называется «Взрослые шаги» Она распространяется на детей, которые находятся в конфликте с законом Или дети, которые уже понесли наказание, какое-то или условное заключение, или реальное заключение И после этого тренинг «Взрослые шаги» сопровождает их исправление И здесь, в тренинговой форме, мы пытаемся с детьми организовать Ну, во-первых, обсудить теоретически какие-то вопросы, связанные с правосудием Что есть справедливость, что есть наказание, что есть правонарушение Как эмоции влияют на наше поведение И ребенок для себя, ну, как-то уже оценивает, что с ним происходит в правовом поле Большинство детей не всегда осознают и не всегда четко несут ответственность за то, что происходит И даже находясь уже в следственном изоляторе И даже уже находясь в самом здании суда, на самой процедуре суда Не понимает, что с ними происходит и какими правами они обладают Вот как раз в нашей тренинговой работе мы пытаемся эту ситуацию преодолеть Одно из направлений наших исследований – это изучение экстремистских установок Которые мы проводили в прошлом и в позапрошлом году Тематика связана как раз с тематикой выборов В следующем году у нас ожидается чемпионат мира по футболу Который чаще всего подразумевает наличие фанатских разборок и массовых беспорядков И здесь анализируя экстремистские установки студентов, изучая их, мы пришли к выводам о том Что оказывается экстремистские установки чаще проявляют дети с низким социометрическим статусом Не пользующиеся популярностью С локусом контролем, который можно охарактеризовать как внешне Не способные взять ответственность за свои поступки на себя С неустойчивым материальным положением Из неполных семей И которые на аватарках и в социальной сети используют какие-то картинки абстрактного содержания Вот сейчас могу их показать Это те картинки, которые чаще всего в социальных сетях у нас появляются у детей с экстремистскими установками Обратите внимание, что сейчас большинство исследований психологических Призвано охватить всю широту возможного поля, которое можно изучить То есть сейчас психология интенсивно выходит в медиапространство То есть пытаемся через сеть интернет, через ту активность, которую совершает в социальной сети некий субъект Проанализировать, предсказать его поведение И здесь мы идем, наверное, вслед за маркетинговыми исследованиями Которые пытаются, опять же, по социальным сетям предсказать Вернет человек кредит или не вернет кредит, если он его возьмет Ну то есть различные исследования с целью получения прибыли У нас активно в Екатеринбурге мы реализуем проекты по медиации Пытаемся выяснить, каким образом примирить потерпевшего с ребенком, который нарушил закон Ну то есть проектов достаточно много Если у вас какие-то вопросы есть по проектам или по самой тематике То я буду рад на ваши вопросы ответить Я хотела бы спросить, как некоторые из этих картинок относятся к экстремизму Вот, например, первое у меня вызывает огромные вопросы Как это относится к экстремизму? Почему? Мы не говорим о том, что аватарка, она как бы безусловно раз и заносит вас в разряд экстремистов Какова была вообще процедура исследования? У нас в выборке было, ну, фактически около 500 студентов Которых мы разделили на небольшие группы по 4-5 человек Студентам предлагались видеоролики Политической, какой-то такой негативной фанатской тематики В которой обсуждалась некая проблема После этого студенты в мини-группах обсуждали Каким образом можно разрешить ту или иную ситуацию Ну, например, были ролики с ситуацией в Украине Были ролики, которые подготовлены нашим общественным телевидением Были ролики зарубежные, которые были и подготовлены, и представлены на иностранных языках студентам-переводчикам И студенты предлагали свои варианты решения тех проблем, которые обсуждались в видеоматериале Часть студентов высказывают те формы поведения, которые мы можем условно отнести в разряд экстремистских Это варианты, которые подразумевают крайнее использование каких-то норм Использование ядерного оружия, немедленное введение войск Ну, то есть крайние такие негативные лозунги в отношении какой-то национальности То есть почему Европа там в плане вообще в это вмешиваться Нам необходимо начать с ней воевать То есть выделяется некая группа, которую мы условно обозначаем группой Которая озвучивает вот эти экстремистские какие-то заявления И мы после этого анализируем профили в социальных сетях У большинства студентов, которые вот эти лозунги демонстрировали В социальных сетях часто встречаются вот эти картинки Мы не знаем, что это означает Вполне возможно, это как-то связано Но это не значит, что наличие любой из этих картинок автоматически заносит вас в разряд экстремистов Но получается, что есть некая корреляция между подобными картинками и экстремистскими установками Ну а, допустим, какие-то шутки аморальные могут считаться экстремизмом? Допустим, шутки про террористов, там еще что-то подобное И если, допустим, у меня на страничке ВКонтакте будет аватарка, как вот первая картинка И шутки про террористов, я буду считаться экстремистом или нет? С целью оценить ваши экстремистские проявления, скорее всего, будут использоваться какие-то другие процедуры За исключением того, что есть на контактах и картинках Если мы говорим про социальные сети, то наиболее, наверное, простой, оптимальный способ анализа вашей активности Это порсировать те группы, в которых находятся у нас вероятные экстремисты То есть различные группы фашистского содержания, группы, которые содержат национальные лозунги и призывы Их можно порсировать, то есть это вполне такой обычный общедоступный плагин Вы можете выйти, ввести название группы в интернете за счет этого плагина Вывести список всех людей, кто находится в этой группе, кто когда-либо ее комментировал, кто когда-либо лайкал что-то из подобного Из этих людей можно собрать базу, можно проанализировать, с какими группами они связаны, на какие мероприятия они ходят Для этого не требуется какое-то специальное разрешение То есть вполне допускаешь, что для целенаправленного анализа какой-то экстремистской активности соответствующие органы используют и более продвинутые технологии Из того, что доступное, что общедоступное, что используются психологами Это вот как раз порсирование социальных сетей, анализ переписок, которые общедоступными могут быть Те документы, которые вы выкладываете То есть на самом деле социальные сети такое медиапространство, где вы себя очень хорошо демонстрируете То есть вы как психологи наверняка понимаете, что человек ничего не делает просто так, ничего не делает случайно В каждом своем акте поведения мы демонстрируем некую свою психологическую ценность То, что для нас важно, то, что для нас востребовано А наши ценности, они очень характеризуют наши потребности Потребность в том, в чем мы уязвлены, в том, что мы нуждаемся К сожалению, не каждый человек у нас благополучен и склонен к тому, чтобы саморазвиваться Помогать другим людям соблюдать закон И часто вот эта психологическая негативная тематика, она тоже является объектом исследований То, что вот сейчас мы интенсивно развиваем В этом году под руководством Эльвиры Эвальдовны Саманюк, доктора психологических наук, директора нашего института Разрабатываем грант под названием «Высокие гуманитарные технологии как средства профилактики деструктивного поведения» «Высокие гуманитарные технологии» — это все, что как раз используется широко Блоги, социальные сети, форумы различные, своеобразные и так далее То есть очень много моментов, которые могут быть интересны, ну, контексты деструктивного поведения Они как раз вот разрабатываются сейчас через социальные сети Если мы посмотрим традиционные способы воздействия на молодежь, воспитания, исправления поведения Это там, давайте опубликуем что-то в газете, а давайте сделаем студенческую газету Или какие-то вот подобные меры В то же самое время в социальных сетчах, через Фейсбук, через Контакт, через Ютуб Все эти ролики распространяются мгновенно Механизм их влияния на текущий момент не вполне выяснен Современное детство, оно значительно изменилось даже по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад Современный ребенок, который растет, это поколение, которое воспитано планшетами У которых, может быть, совсем по-другому работает мозг И совсем другие формы, механизмы мышления, которые они могут исследовать Это то, что, в принципе, предстоит делать и вам, в том числе, как будущим специалистам То есть это та актуальная задача, которая перед вами встанет через 5-10 лет Потому что интенсивное использование планшетов в воспитании появилось не так давно Если замечали там по своим знакомым, может, по младшим братьям, сестрам Когда родители просто там ребенку еще до года дают планшеты Он спокойненько с ним там справляется, управляется И ему совсем неинтересно играть со сверстниками И он совсем по-другому мыслит То есть что из этого получится, пока вызывает вопросы Есть еще какие-то вопросы? Как вы думаете, по вашему мнению, дети, например, 10-15 лет, как вы сказали назад Были более развитые, чем сейчас дети? На данный момент технологические, которые в планшетах, в телефонах сидят Это вопрос, на самом деле, очень сложный и дискуссионный Какие они были и какие они стали Я бы, вот прямо если вы хотите углубиться в эту тематику Я бы посоветовал вам прочитать работы на примере Даниила Давида Иосифовича Фельдштейна К сожалению, ныне покойного Как раз вот несколько его статей посвящены тому Каким образом современное детство и как современные дети отличаются от тех, которые были раньше Но вот по его исследованиям уровень интеллекта у детей с каждым годом снижается Это как бы вот такой очевидный факт Но при этом мы сейчас имеем дело с очень большим разбросом в результате детской диагностики Если, например, дети в Советском Союзе, ну, более или менее подвергались некой единой системе обучения и воспитания То есть большинство детей шло в детские сады, все обучались по какой-то единой более или менее образовательной программе И мы имели очень высокий на тот момент результат выше среднего по мировым каким-то стандартам Сейчас у нас очень много детей, действительно выдающихся и гениальных Часто это результат целенаправленной работы педагогов и родителей Но у нас огромное количество детей, которые не являются адаптивными Которым сложно найти свое место в жизни Которые открывают Инстаграм, Контакт, листают группы, как стать миллионером И вот буквально несколько всего действий И можно там начать зарабатывать пассивно, ничего не делать Такой образ жизни, где можно без целенаправленных усилий, без труда Без необходимости учиться, просто стать миллионером Быть человеком, который там обозревает различные продукты Распаковывает товары из Китая или еще что-то Большинство молодых людей, они ориентированы на трудовую деятельность очень слабо Большинство считает, что можно вот просто за счет того, что вы такой замечательный Взять и на этом заработать Это вызывает вопросы Да, пожалуйста А почему, если человек хорошо там выглядит и хорошо может говорить Как-то обозревать какие-то продукты, почему бы и нет? Абсолютно ничего против не имею Если у человека это получается, то это как бы классно, это круто Тут есть другой момент, что на одного успешного блогера у нас приходится огромное количество блогеров неуспешных И здесь, ну собственно те люди, с которыми мы даже непосредственно работаем Которые получают большое там огромное количество лайков, начинают работать на каких-то программах Начинают зарабатывать на том, что распространяют рекламу через свой блог, через свой канал и так далее Их просто очень немного На одного успешного приходится более тысячи менее успешных У нас в Екатеринбурге есть такой замечательный блогер Который совсем недавно у нас был осужден как раз по статье за оскорбление У меня тут даже фрагмент есть его блога Приветствуем, Соколовский, как вы знаете, за ловлю покемонов в церкви ввели ответственность Ну и чего точно не стоит делать, это ловить покемонов в храмах Здесь еще более суровое наказание Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до трех лет И для меня это полный бред, потому что кого может оскорбить то, что ты походил с смартфоном по церкви? Какого хера за это могут посадить? Для меня это реально странно, и поэтому я решил просто взять и ловить в церкви покемонов, потому что почему бы и нет? Но я считаю, что это и безопасно, и законно не запрещено Поехали! В качестве храма, в котором я ловил покемонов, я решил выбрать один из самых крупных в церкви Для того, чтобы получить большое количество лайков, заинтересовать публику Необходимо совершать какие-то поступки, которые выходят за рамки Которым хочется сопереживать, с которым хочется почувствовать То есть человек приходит в храм, ловит покемонов При этом здесь претензий нет даже к тому, что он делает Претензии есть к тому, каким звуковым рядом это сопровождает То есть если посмотрите, на ютубе эти ролики сохранились, хотя с основного канала Руслана они удалены Там присутствуют мат, комментарии в отношении представителей церкви То есть это то, что выходит в нашем правовом поле за рамки закона Вот собственно к этому только и претензии Можете сказать, пожалуйста, свое мнение? Еще что-то будет? Или у нас уже просто время для вопросов? Вот собственно в показе уже ничего не будет Я думаю, что если вопрос какой-то есть, то я рад буду ответить У меня на самом деле появилось два вопроса Первое, что конкретно вы считаете самым эффективным в профилактической работе с деструктивным поведением? Какой вариант очень хорошо подходит для большинства проявлений, так скажем? И если, допустим, в повседневной жизни встречаются какие-то проявления деструктивного поведения То, как вы себя ведете в этот момент То есть как-то может, ну не знаю Или может быть дадите какой-то совет, как стоит себя вести Чтобы, да, и пресечь И, возможно, самим от этого не пострадать, что ли Как с этим вообще работать, действовать Если это встречается вот на глазах буквально Ну, по поводу первого вопроса Мне кажется, здесь необходим, ну, прежде всего Для эффективной профилактики деструктивности Необходим подход комплексный Есть такая замечательная африканская пословица Что воспитание ребенка – это задача всей деревни В тот момент, пока мы спихиваем ответственность Там родители говорят, что школа должна воспитывать Школа говорят, что должны воспитывать родители Комиссия по делам несовершеннолетних должна карать Правоохранительные органы тоже максимально пытаются дистанцироваться В тот момент, когда появляется в правовом поле некая такая щель Где никто вроде бы не отвечает Вот здесь чаще всего деструктивность не проявляется У нас в Екатеринбурге яркий пример Вот в этой зимой у нас очень интенсифицировалось действие молодежных банд То есть банды, которые находятся в торговых центрах Они у нас так и называются Сабвеевские, банды Гринвича Ну то есть как бы есть некий такой ресторан Общедоступный типа питания Ну вроде Макдональдса Там сидит молодежь, их оттуда никто не выгоняет Они просто там сидят, общаются друг с другом И периодически они видят, что проходит какой-то там молодой человек С признаками лишних денежных средств Например, с дорогим айфоном Они его выходят, избивают, забирают у него этот продукт И продолжают как бы дальше сидеть Охрана торговых центров не хочет нести за это ответственность Потому что право нарушения совершается не на их территории В ресторане их никто не бьет Их бьют или на парковках, или на выходах То есть это не их задача Правоохранительные органы считают, что это вроде как задача охраны Потому что право нарушения совершается там И вообще у нас количество ставок в правоохранительных органов С каждым годом все меньше и меньше То есть количество людей, которые могут с этим бороться, оно невелико То есть первое, что мне кажется наиболее эффективно Это использование совместных усилий различных структур И чем больше мы этого делаем И со стороны вузов в том числе И тем это эффективнее И второй вопрос по поводу того Как быть, если вы стали свидетелем каких-то деструктивных поступков Чаще всего надо понимать, что все мы люди абсолютно адекватные Но при этом любой самый адекватный человек может периодически проявить свою эмоциональную какую-то сферу И это, мне кажется, связано с недостатком критического мышления И с низкой способностью к саморегуляции Если вы посмотрите, например, такие ролики, как Стоп Хам, как Лев Против Где активно, например, молодые люди подходят, говорят Вы неправильно запарковали, сейчас мы вам будем клеить наклейку И начинают тут же ее наклеивать И очень адекватные люди, как, например, Алексей Немов, олимпийский чемпион Вступают в физический конфликт Спасибо большое за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому